Итак, добрый вечер всем, кто к нам подсоединился. Мы сегодня с вами завершим, я думаю, наш разговор о четвертой маковейской книге, вообще о маковейских книгах, и мы сравним то, что мы читали, с тем, что существует в раввинистической традиции, в литературе хазаль, наших мудрецов. В прошлый раз у нас состоялся довольно оживленный диалог, касающийся непростых дилемм, которые встают перед нами, когда мы читаем такой текст, как рассказ о матери и семерых сыновьях. В четвертой маковейской книге прозвучала довольно резкая критика в адрес того, что там написано, вполне справедливая, но я еще раз хочу подчеркнуть, что когда мы имеем дело с древними текстами, на самом деле не только с древними, с текстами, созданными в любое время, надо учитывать исторический, литературный контекст, то, что современному читателю видится определенным образом, не факт, что так воспринималось в древности автором и его читателями. Поэтому мы как бы должны брать это в расчет. Мы сейчас дочитаем текст четвертой маковейской книги, нам осталось не так много, и потом мы сравним рассказ, который мы читаем, с тем, что существует в традиции мудрецов, в литературе мудрецов. Я сейчас открою текст. Так, я надеюсь, что вам видно, виден текст. Там мы находимся в предпоследней главе, в главе 17, которая фактически уже представляет слово своего рода эпилог. Рассказ завершен. Вот. И вот он в седьмом стихе говорит, а если бы можно было нам на доске живописать эту историю благочестия, то ужасались бы смотрящие на мать седьми чад, перенесшие разные мучения до смерти за благочестие. Да, как бы сама по себе эта идея живописать на доске, это, конечно, идея чисто эллинистическая. Довольно трудно предположить такой вот образ, например, в Танахе. Это, опять же, любопытный случай соединения разных культур, которые полемизируют друг с другом, но в то же самое время происходит взаимное оплодотворение. Достойно было бы и в надгробной надписи ради памяти начертать этим соблеменникам нашим следующие слова. «Здесь старец священник и жена маститая, как тут переведено, пожилая, старая, и семь чад ее погребены насилием мучителя, хотевшего истребить род жизни евреев. Они отомстили за народ свой, зирая на Бога и до смерти претерпевая мучения». Вот это надгробная надпись, упоминание надгробной надписи привело некоторых исследователей к мысли о том, не только эта деталь, но в частности эта деталь, что вообще вся эта история носила определенный литургический характер, и в день памяти вот этих маковейских мучеников этот текст читался над их могилами, предполагаемыми могилами в Антиохии. Потом, как бы на самом деле у нас нет прямых свидетельств о том, что так поступали евреи. Но у нас есть прямые свидетельства о том, что так поступали христиане, наследовавшие эту историю, и которые превратили этих маковейских мучеников в христианских святых. Вот я вижу, что тут даже написали стиль изложения маковейских книг «Один в один. Жития святых христианств и в православии в частности». Именно так. Есть огромное количество исследований, которые сопоставляют четвертую маковейскую книгу с христианской, патриристической литературой, с христианской литературой о мортирах мучениках. И в общем, как бы нет никаких сомнений, что эта книга оказала свое влияние не только содержательно, как я уже сказал, эти маковейские мученики были признаны святыми, мучениками за веру. Но и, собственно, сама форма тоже была в значительной степени заимствована. Поистине божественный был подвиг, который совершен ими. Да, на самом деле, правильнее было бы переводить это как борьба, как огонь. Вот этот подвиг, ротоборство. Мы уже с вами обсуждали, что это своего рода такая проникающая всю книгу. Опять же, греческая метафора, в соответствии с которой вот это мученичество и готовность умереть за веру сопоставляется с борьбой на арене, как мы увидим сейчас. Ибо страстостерпствовала тогда добродетель посредством терпения, делающая опыт победы в чайне нетления в жизни безлетной. Такие здесь, опять же, я говорю, не очень-то удачный перевод в чем-то. Понятно, что этот добродетель и готовность выстоять было обещанием нетления, обещание вечной жизни, бессмертия. Мы это несколько раз обсуждали. Ильазар начал этот подвиг, это борение, а мать седьми детей вдохновляла, их братья же подвязались. Опять же, я напоминаю вам, что в рамках четвертой макавейской книги это некое единое повествование про Ильазара и потом про мать и семь ее сыновей. Мучитель противодействовал, а род людской смотрел. Что мы здесь видим? Что мы видим здесь действительно своего рода арену. Да, значит, есть те, кто совершает подвиг, есть антагонист, тиран, а люди-зрители. То есть перед нами некоторое театральное представление. Но богочестие победило, увенчав подвижников своих. Кто не удивлялся симподвижникам божеского законодательства? Кто не ужасался? Сам мучитель и все сборище его изумились терпению их, за которое они предстоят ныне у Божьего престола и живут в блаженной вечности. Эту идею мы тоже несколько раз уже наблюдали. Предстояние у Божьего престола вместе с праотцами Авраамом, с Хаком и Яковом. Да, это одна, на самом деле, из первых книг, которые вот эту идею в явной форме представляют. Как и Моисей сказал, и все освященные в руках твоих. Или на иврите «Кольг дошим беядеха». «Кольг дошим беядеха» — это цитата из книги Дворим. Собственно, из самого ее конца, из того, что мы называем главой благословения Моисея Зота Браха, Беркат Муше. И там, в частности, когда описывается Всевышний Бог, то там действительно говорится «все святые в руках твоих». И там, собственно, это значит, судя по всему, не очень ясный до конца текст, но, наверное, наверное, исходя из употребления слова «душа» в библейских текстах, скорее всего, подразумевается его ангельская свита. Его ангельская свита, которые ему полностью подчиняются. Есть, скажем, например, написано в 89-м псалме Вот эти «гдушим» — это его совет, который его прославляют, но здесь это переосмысляется. Это своего рода такой медраж, который пользуется словом «гдушим» для того, чтобы перенести эту святость на людей, пострадавших за веру. Они и есть «гдушим». Опять же, это одно из первых, в общем, произведений, которые так понимают святость. Потом это очень распространится и в раввинистической литературе, в литературе Хазаль. Например, как бы из текста это не до конца ясно, но когда речь идет о смерти Надава и Аввегу, сыновей Аарона, в книге «Вайкра», то Муше реагирует на эту смерть странным образом. Он говорит, «Я близкими своими освящусь и буду прославлен перед всем народом». И хотя это можно понять так, что освящение происходит близкими в том смысле, что сыновья Аарона являются священниками, и они погибают за не очень ясный грех, и при этом происходит освящение Бога, но в еврейской традиции, достаточно таких поздних медрашах, появляется идея о том, что Надава и Аввегу, сыновья Аарона совершили, как ни странно, кедуш Хашем, освящение Божьего имени. Хотя, казалось бы, из текста книги «Вайкра» следует, что они совершили грех. И, тем не менее, идея о кедуша Шем существует по отношению к ним. И сии посвященные, я продолжаю читать текст 4-м и кавейской книги, и сии посвященные Богу, почтены не только оонную честью, но и тем, что через них враги не одолели народа нашего. И вот сейчас мы доходим до центральной идеи, «Мучитель наказан, отечество же очищено, и они были жертвою за грех народа, и кровью этих благочестивых и умилостивительную смертью их божественное провидение спасло Израиль». То есть их смерть явилась жертвой. «Жертвой и выкупом». Правильный перевод здесь «выкуп» за Израиль, за грех народа. Они стали выкупом за грех народа. Значит, опять же, эта идея, согласно которой праведники искупают грех народа, хорошо известна нам из литературы самого конца эпохи второго храма и далее. Естественно, она укоренилась в христианской литературе. Образ Иисуса в Евангелиях так, собственно, и построен. Это искупительная смерть. Но вот мы во второй маковейской книге есть определенные намеки на это. В четвертой маковейской книге это произносится прямым текстом. Напомню вам снова то, что мы уже обсуждали. Тот текст, который мы читаем в Йом-Кипур о десятерых мудрецах, казненных римлянами, чья смерть опять-таки подается там как искупление древнего греха. «Даже мучитель Антиох, смотря на мужество их добродетелей и на терпение в муках их, оповещал это терпение их, в пример, воинам своим, и потому они были у него храбры и мужественны во время брани на поле, во время осады городов, и он победил и попрал всех врагов». Большинство исследователей считают, что эти два стиха есть поздняя глосса, которая совершенно как бы... Она создает очевидный диссонанс с основным содержанием книги. Возможно, что эта глосса была вставлена из каких-то цензурных соображений, трудно сказать, хотя, казалось бы, уже прошло несколько столетий после Антиоха. Во всяком случае, как бы, это создает диссонанс и с тем, что сказано до сих пор, и с тем, что будет сказано после, потому что будет еще несколько слов сказано об Антиохе, мы сейчас увидим. «О потомке Авраама ва семени, чадо израильские, повинуйтесь закону и всячески будьте благочестивы». Это как бы основная идея автора четвертой маковейской книги. Напомню вам, для него закон Божий есть разум, есть выражение разума, прежде всего, божественного разума, который как бы вливается в человека, и, соответственно, победа над страстями, достигаемая вот такой вот борьбой, которая здесь изображена, это победа разума. Зная, что благочестивый разум есть владыка страстей и страданий, не только внутри, но и извне, это не очень понятное утверждение, что значит не только изнутри, но и извне. Но, видимо, имеется в виду, что победить можно не только самого себя, но победить можно и своего противника, благодаря разуму, вот каким был Антиох, за кои, за страдания, он и Маковей, подвергшие тела своим учениям ради благочестия, не только служили предметами удивления людей, но сподобились и божественной части, да, он снова повторяет эту идею, божественной части, божественной доли, посредством их умиротворился и народ, и, обновив любовь к отечеству, отразил врагов своих, это один из редких намеков в 4-й Маковейской книге на реальную историю, во 2-й Маковейской книге это занимает основную часть книги, да, история о том, что после вот этого мученичества Иуда Маковей одерживает победы, здесь это только как некий намек, и мучитель Антиох, и на земле наказан, и по смерти мучится, вот это то, что я имел в виду, что это опять же диссонанс с тем, что сказано об Антиохе в конце предыдущей главе, и как раз полностью соответствует идее книги здесь, да, что Антиох, тиран, наказан и на земле, и после смерти на земле он наказан, он видимо намекает на смерть Антиоха в Персии во время персидского похода, и опять же он как бы исходит из того, что после смерти как бы ему предстоит наказание, да, все тоже, так же точно, как есть вечная бессмертная доля у праведников, так вечное наказание у грешников, когда он нисколько не мог принудить Иерусалима и наплеменничать и переменить отечественные нравы, тогда отступив от Иерусалима предпринял поход в Персию, дальше идет некоторая интермедия, которая здесь, казалось бы, не на месте, да, и поэтому некоторые исследователи считают, что это следующий кусочек должен был быть, должен был идти внутри рассказа, не здесь, мать же семи сыновей это праведница, говорила чадом и сие, я была девица невинная и не выходила из отеческого дома, оберегла ребро, из которого я создана, то есть она как бы соблюдала свою невинность, она рассказывает свою историю, историю семьи, не попортил меня разрушитель пустынный, губитель полевой, не нарушил невинного детства, коего губитель листивый змей, значит, кто имеется в виду под разрушителем пустынным и губителем полевым не очень ясно, имеется ли в виду фигура демоническая или более в таком реальном плане насильник, потому что, скажем, в книге Дворим в той же во второзаконии говорится о том, как есть закон, касающийся девицы, которую изнасиловали в городе или в поле, если ее изнасиловали в поле, она не может быть наказана, потому что никто ее не мог защитить. Так вот, она говорит, возможно, мать здесь говорит, что никто со мной этого не совершил, потому что я находилась дома, не выходила из отеческого дома, не нарушил невинного девства льстивый змей, опять же, то ли это намек на историю с Хавой в райском саду, то ли это некая метафора, значит, метафора разных соблазнов, которые могут действовать на молодую девушку. Время же цветущего возраста я провела с мужем, когда же подрослись и дети, скончался отец их, это мы, собственно говоря, впервые слышим об отце, поэтому есть те исследователи, которые считают, что вообще весь этот кусочек последних слов матери, это, опять же, своего рода глосса, дополнение к основному тексту. Когда же подрослись и дети, скончался отец их, блажен он, ибо жил во время чадородия, а пора бесчадия не мучила его, он, будучи еще с вами, учил вас закону и пророкам, значит, как бы понятно теперь, почему эти юноши столь праведны, потому что у них был праведник, праведные родители, читал же он, читал же, не нам, а вам, естественно, об Авеле, убиенном, Каином, о жертвоприносимом Мицхаке, об Иосифе в темнице, то есть учил их Тори, рассказывал нам о ревнителе и Пенхасе, поучал, к примерам, Ханани, Азари и Мишаэля, это как бы из книги Даниэля, которые он уже упоминал здесь, прославлял и ублажал Даниэля, бывшего в Арвельвином, припоминал же вам Писание из книги Ишаяу глаголище, если ты через огонь пройдешь, то пламя не сожжет тебя, там, в 43-й главе из книги Ишаяу, там, это, собственно говоря, обещание, обращенное к народу Израиля в целом, а здесь это как бы опять же понимается как обращение к праведникам в народе Израиля, каждому из них, пела вам псалмы Давида, песнопесца, глаголющего, многие и скорби у праведника, но от всех их избавит их Господь, да, это цитата из 34-го псалма, читаемого в рамках субботней молитвы, читал нам притчи Соломона, глаголющего, древо жизни существует для всех творящих его волю, это на самом деле такой перевод известных слов Эцхаим Гилем Ахзихимба из книги Мишлей, убеждал верить их Искелю глаголющими, оживут ли эти кости сухие, да, здесь он как бы доходит до своего рода такого экстремума, обещания воскресения из мертвых, не забывал той песни, которую составил Моисей, Моше, получающий глаголющий и умерщлю и оживлю, да, и это тоже понимается, это из песни Ширата Азину, понимается, как обетование воскресения из мертвых, такова жизнь ваша и продолжительность дней ваших, о горький тогдашний день и вместе с тем не горькие, вот такая диалектика и противоречие, они опять же характеризуют очень греческий стиль выражения, когда горький мучитель и эллинский разжег огонь под котлами нещадящими, испылающим гневом, возводил их на катапульту, на самом деле под другим текстом есть еще несколько стихов, здесь явно оборванные стихи, я прочту более полный вариант, он выколол им зеницы очей, отрезал языки и пытками изощренными умертвил, за это божественная правда преследовала и будет преследовать душегуба тирана, антиоха, Авраама, Вожичада с победоносной матерью вливаются в хор отцов чистые и бессмертные души, получившие назад от Бога, вот этот образ хора мы уже несколько раз отмечали, что сыновья вокруг матери это как хор вокруг солиста, а теперь они все вливаются в хор отцов и тем самым оказываются в доле бессмертия, то что мудрецы называют Олама Ба, ему же слава в веки веков Аминь, и вторая и третья макавейская книга тоже заканчивалась словом Аминь, что видимо опять же показывает, что этот текст читался не просто отдельными людьми, а был частью литургии, произносился возможно действительно в как бы в годовщину смерти макавея, да, и мы знаем о том, что в рамках христианской традиции вот это почитание макавейских мучеников было чрезвычайно распространено и стало частью христианской литургии, собственно макавеями назывались именно эти мученики, поскольку христиан не интересовали в общем-то победы Иуды, Макавея и его братьев, значит итак если мы подытожим сказанное в четвертом макавейской книге, то мы повторюсь мы повторюсь врачи с вами своего рода такой кто-то скажет философский трактат, кто-то скажет псевдофилософский трактат, но так и иначе смысл его состоит в том, что истинная философия это и есть Тора, на самом деле в этом он не оригинален, значит попытка объявить Тору истинной философией была и до как бы делалась и до этого автора так делал Филон Александрейский а еще до него Аристабул во втором веке до новой эры потом как бы пусть не с помощью термина философия а с помощью термина мудрость мудрость и Тора опять же были объединены в некое единое целое в то время как философия стоиков эпикурейцев объявлялась как бы представлена в этой книге как философия не выдерживающая проверку реальность а только ради божественного закона можно можно как бы одержать победу разума то что говорит наш автор при этом он очевидно пользуется образцами и текстами известными ему из философии стоиков из философии кинников и иногда из философии эпикурейцев естественно из философии Платона всем этим он пользуется как бы использует как мотивы так и формы вот но как бы что касается рассказа о матери и семерых сыновьях то как бы это один из тех редких случаев когда женщина становится как мы говорили в прошлый раз философини он представляет ее как образ женщины обладающей мужскими философскими качествами разумеется он основывается на своем источнике на второй маковейской книге но как бы история сама маковейского восстания его уже абсолютно не интересует он лишь в нескольких стихах намекает на нее но в принципе для него главную роль играет вот эта философская идея вот этот тезис он продвигает и мы будем в следующий раз говорить о конце древней еврейской историографии помянем будем говорить о его с флавии сравнивать его с опять же с ровнистическими текстами но вот этот текст четвертой макарейской книги он уже намечает эту тенденцию история как таковая перестает интересовать интересует поучения а не история мы сейчас обратимся к ровнистическим текстам которые рассказывают историю о матери и семерых сыновьях они не рассказывают историю о старце или азаре трудно сказать почему как бы эта история не осталась в памяти ровнистической традиции а мать и семерых сыновей да у нас есть два относительно древних источника которые эту историю пересказывают между ними есть довольно интересное отличие есть и более поздние источники которые я только упомяну а два наиболее ранних источника это Медраж и Хараба это Медраж который был создан в пятом веке новой эры и Вавилонский Талмуд Вавилонский Талмуд это скажем так на сто примерно лет позже хотя надо отметить сразу же что сами истории сами традиции могут быть более ранними чем как бы окончательная редакция всего сочинения когда я говорю Харабы пятый век это редакция всего сочинения то же самое Вавилонский Талмуд основная его редакция закончилась в шестом веке там еще продолжалась немножко позже дополнительная редакция но сами рассказы могут быть более ранними теперь на что что прежде всего бросается в глаза когда мы обращаемся к этим историям изменения изменения исторического контекста отсутствие связи с маковейской историей это любопытно вообще как мы уже обсуждали отношения к маковейскому восстанию у мудрецов в Талмуде довольно прохладная во главу угла ставится история с кувшинчиком масла которую в свое время мы обсуждали победы маковеев едва ли упоминаются в трактате шаббат а наша история как бы выпадает из контекста гонения антиоха эпифана и вообще образ антиоха эпифана в ранних раввинистических источниках практически никак не заявлен не присутствует он появляется снова в поздних медрошах связанных с канукой которые мы в свое время упоминали мигелат антиохус и подобные ему но это очень поздние медроши уже как бы по меньшей мере эпохи решоним то что мы называем а мы сейчас более ранее так к чему же именно приурочены к чему именно приурочен наш рассказ фалмудической традиции он приурочен к истории разрушения второго храма то есть восстание евреев против римлян именно в этом контексте появляется наша история как в медраше и хороба так и в вавилонском талмуде хотя правильнее наверное было бы начать с медраша и хороба потому что он как бы повторяю как сочинение более ранней но поскольку рассказ в талмуде более прост и краток я все-таки начну с него да где же находится этот рассказ этот рассказ находится в вавилонском талмуде в трактате гетин там есть целая цепочка того что называется на еврите агадот хорбан да легенда рассказы о разрушении второго храма и вот именно там появляется эта наша история и эта история начинается с цитаты цитаты из псалма что очень характерно как бы поскольку рубинистический дискурс вообще любит обращение к библейским текстам это как бы исходная точка и в дальнейшем тоже на нем на ней все основывается и так есть стих из 44 псалма кеалеха о рагну коле йомны кшавну кец цон тивха это значит ради тебя нас убивали каждый день и мы воспринимались как овцы ведомые на заклане вот такой стих судя по всему этот псалом один из поздних псалмов созданных в пленную эпоху и вот по поводу этого стиха рассуждает один из амураев рав иуда который говорит это история о женщине и семерых сыновьях и дальше начинается эта история когда их приводят уже не к царю а кесарю и он заставляет их поклониться служить идолам вся история приводится по-арамейски теперь что отличает эту историю в Талмуде от истории во второй и в четвертой маковейской книге прежде всего то что отличает это то что собственно говоря отвечают сыновья тиран в маковейских книгах они говорят произносят некие некие ну как сказать краткие поучения объясняя свое решение пожертвовать своей жизнью ради ради веры в бога они как бы получают тиран в Талмуде опять же очень характерно для раввинистического дискурса они говорят стихами из Торы они не произносят никаких философских поучений они просто говорят катувба Тора например катувба Тора анухия шемелухеха да то есть начало десяти заповедей приводят другого и он говорит катувба Тора а тот который приносит жертву другим богам будет уничтожен приводят третьего он говорит и так далее и все время звучит как бы такой рефрен вывели его и убили вывели его и убили когда дело доходит до последнего из сыновей до седьмого сына то также точно и в этом смысле очевидно что талмудическая традиция обнаруживает знакомство с исходной традицией заданной в маковейских книгах кесарь хочет жалиться над ним и он говорит он предлагает вот я сейчас брошу кольцо ты наклонишься и люди подумают люди подумают что ты что ты поклонился поклонился истукану значит опять-таки это не совсем то что написано в маковейских книгах в маковейских книгах тиран предлагает ему покориться если если он покорится то он будет другом царя и ведать делами царства вот но сама по себе вот это как бы сама по себе остановка сама по себе остановка когда речь идет о седьмом о седьмом сыне она как бы почерпнута из исходного сюжета и дальше он обращается к матери он обращается к матери да естественно сын отвечает ему опять же правда он единственный сыновей который не цитирует стих а просто говорит жалко мне тебя кесарь ты так радеешь о своей чести а неужели же я не буду радеть о чести всевышнего и его тоже выводят на смерть и тогда мать говорит дайте мне его я его поцелую но вместо поцелуя она говорит ему как бы обращаясь не только к нему но и ко всем другим сыновьям сыновья мои идите и скажите Аврааму отцу вашему ты поставил один жертвенник я же поставила семь жертвенник тема Авраама как мы помним поднята и в Маковейской четвертой Маковейской книге очень активно и женщина сравнивается эта мать сравнивается с Авраамом ее жертва и жертва Авраама и после этого сообщается что она поднялась на крышу и и умерла нафла упала с крыши возможно спрыгнула с крыши значит напомню что четвертой Маковейской книге как бы происходит происходит нечто подобное там тоже говорится что она поднимает что она поднимается на высокое место и бросается с него с тем чтобы ее никто из язычников не коснул она бросается в костер чтобы никто из язычников не коснулся ее тела во втором Маковейской книге ничего подобного не рассказывается да то есть как бы если смотреть на историю Вавилонского Талмуда то в целом в целом она совпадает по многому с историей Маковейской книг но как бы она вставлена в совершенно другой контекст исторический и слова которые произносят братья кардинально отличаются от тех слов которые произносят братья в Маковейских книгах теперь более пространная версия более интересная в этом смысле находится в Медраше Ихараба какая из этих версий более древняя судить трудно возможно что можно предположить с одной стороны что более сложная и менее каноничная версия Вейхараба была упрощена в Талмуде как бы представлена как очень цельная но с другой стороны не исключено что все обстоит ровно наоборот и что короткая версия Талмуда которая в общем и целом совпадает с маковейскими книгами эта версия как раз таки как раз таки исходная как раз таки исходная и сейчас я прошу прощения полсекунды полсекунды друзья мои да прошу прощения так вот возможно что как раз версия Вейхараба это как бы версия которая наоборот более поздняя она как бы детализирует общую схему которую мы находим в маковейских книгах и в Вилонском Талмуде во-первых в этой версии у женщины наконец появляется имя ее до сих пор никак не звали да и во второй в четвертой маковейской книге просто говорится мать семерых сыновей даже ситуация в Вилонском Талмуде здесь у нее есть имя ее зовут Мириям Бат Нахтом Мириям Бат Нахтом сразу же скажу что впоследствии у нее появляется много разных имен много разных имен в разных традициях в в десятом веке появляется так называемая книга Сефри Йосифон созданная в Италии которая как бы по ошибке была в то время воспринята как произведение Иосифа Флавия и поэтому так была названа вот и там героиня называется называется Хана Хана это конечно не случайно потому что потому что в песне Ханы в Танахе в песне Ханы матери Шмуэля то что мы называем сегодня Шаратхана появляется образ матери из семерых сыновей возможно что этот образ вдохновил как бы создателей нашей истории что должно быть должно быть семь сыновей счастливой матери которая удостоилась их рождения в песне Ханы говорится буквально так это вторая глава первой части книги Шмуэля но она на самом деле наша героиня вовсе не была бездетна вот а в христианской традиции ее иногда называют называют Шамуни Ашмунит и Шаминит то есть по-разному объясняются эти имена Ашмунит связывается судя по всему с судя по всему это как бы развитие термина развитие имени Хашмонай то есть Ашмунит это как бы Хашмонаид Шамуни Шамуни Симония некоторые считают что это связано с именем Соломона Шломо да то есть как бы опять же представление о ней как о воплощении как о воплощении мудрости наконец Шаминит да это восьмая да то есть восьмая поскольку она как бы есть семь сыновей и она восьмая да значит теперь в этом тексте Эйхараба все в общем происходит похоже на Вавилонский Талмуд пока мы не доходим до последней заключительной сцены общения между матерью и сыном и кесарем там происходит нечто немножко отличающееся от нашего текста и в каком-то смысле отличающееся и как бы стоящее своего рода ну занимающая полемическую позицию по отношению к идеям четвертой маковейской книги а именно что же тут сказано сказано что мать как и в Вавилонском Талмуде просит дать ей сына чтобы обнять и поцеловать ей дают его и она поразительным образом вынимает обнажает грудь и кормит его своим молоком затем она обращается к кесарю и говорит ему я умоляю тебя убей сначала меня а потом его кесарь отвечает на это издевательством при этом цитируя стихи сторы я уже решил его убить сегодня но я не могу убить сегодня и тебя перед ним потому что в вашей же торе написано в книге его экрана шор вас осе ото ве дмно лотиш хату бе йом и хад и тогда она упала на сына и обнимала его и целовала и говорила сын мой иди к Аврааму отцу нашему и скажи ему так сказала мать моя не гордись и не говори что я построил жертвенник и принес и положил на него сына своего ицкака вот наша мать построила семь жертвенников и принесла в жертву семерых сыновей в один день ты был испытан я же претерпела на самом деле и после этих слов пока она его обнимала и целовала его его убили прямо перед ее глазами да там дальше спрашивают мудрецы а сколько же было лет этому ребенку если она кормила его кормила его грудью и они предполагают что он был двухлетним ребенком два года шесть месяцев и шесть с половиной часов так сказано и дальше говорится что после этого через некоторое время сошла с ума эта женщина и упала с крыши и умерла как сказано и приводится стих из пророка Ирамияу это тоже на самом деле цитата только на этот раз не из книги Шмуэля и не из песни Ханы а из книги пророка Ирамияу который как бы ведет определенный диалог здесь с песню Ханы диалог полемик он противопоставляет ей поскольку он описывает разрушение Иерусалима храма и вот он говорит и здесь этот стих цитируется то есть мы видим что вот этот текст текст из Медраша и Хараба он гораздо более эмоционален гораздо менее гораздо более сложен то что в принципе отрицал автор четвертой Макавейской книги готовность женщины проявить материнские чувства нет она победила свои материнские чувства она победила свою любовь разум здесь в Медраша и Хараба подчеркивается что мать плачет о своем сыне не хочет чтобы он умирал и в каком-то смысле даже бросает вызов небесам не столько небесам сколько Аврааму находящемуся на небесах скажи ему да всюду это как бы в Ваилонском Талмуде скажи Аврааму я построила семь жертвенников а ты только один здесь больше мало того что я построила семь жертвенников а ты только один не гордись говорит она обращаясь к Аврааму и говорит о том что как бы Авраам на самом деле сына то не лишился это было только испытание а вот я лишилась в самом деле И подчеркивается, что ее смерть это был не совсем протест, как это в 4 Маковейской книге, чтобы никто не дотронулся до нее из язычников, а это было горе женщины, которая уже не могла жить без своих детей. Она сошла с ума, как тут сказано, ништатет. И в чем-то это отражает дух раввинистической традиции. Если говорить об истории Авраама, то и сравнивать историю, когда-то мы это делали, историю жертвоприношения Ицхака в Торе с историей жертвоприношения Ицхака в Медрошах, одно из разительных отличий как раз в этом и состоит, что в Торе Авраам идет, подчиняясь Слову Бога и не оглядывается назад, что называется, в то время как в Медрошах ему тяжело, он борется сам с собой, его искушает сатан, но и в конечном, в тот момент, когда вот у него нож в руке, он не выдерживает, поднимает голову к небесам, плачет и говорит Откуда придет моя помощь? Я поднимаю глаза к небесам и упрошаю, откуда придет моя помощь? То есть это в каком-то смысле как раз смягчение такой жесткой бескомпромиссной позиции и вообще во многом характерное для дискурса мудрецов Вот это более сложное восприятие таких драматичных ситуаций, когда чувства человека не отрицаются И вообще, как мы уже говорили, мудрецы Талмуда стараются как бы ограничить сферу мартирологии, сферу мученчества Как бы в конечном счете постоянно подчеркиваю, что есть, конечно, пороговые ситуации, когда это необходимо Но в общем и целом выбери жизнь Живи в них, а не умирай, выбери жизнь Ну вот здесь мы поставим тогда с вашего разрешения точку И я готов выслушать ваши вопросы, ваши замечания Потому что в следующий раз, я говорю, мы подведем некоторый итог нашему обсуждению И поговорим вообще о том, почему историография исчезла из еврейской традиции на долгие века Есть ли у вас вопросы или замечания? Пожалуйста Сейчас самое время их задать, их озвучить Я хочу спросить, ты сказал, что традиция в Талмуде, она, возможно, предшествует тому, что написано в книге Маковейской Но книги Маковейской написаны гораздо ранее Этого я не говорил, я только сказал, что талмудическая традиция, так же, как и традиция в Медрше и Хараба Возможно, более древняя, чем время редактирования и окончательного оформления самих этих сочинений Я не сказал, что сама традиция предшествует традиции Маковейских книг Она, более того, скорее на них базируется Значит, я неправильно понял, спасибо Пожалуйста Есть ли еще вопросы, замечания? Если вопросов и замечаний сегодня нет, то мы тогда поставим на этом точку Я вас благодарю И до встречи через неделю Спасибо большое Спасибо Спасибо большое Спасибо большое Спасибо 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 Спасибо